Добрый день! Сейчас расскажу о пяти существенных недостатках трактора ЮМЗ. Кто я такой? В жизни меня зовут Влад. На канале у меня канал называется Бажениты. Жилой в Омской области в Саргатском районе, Западная Сибирь, Россия. Среди блогеров, у нас же свой никнейм, все называют меня Баженит. Сейчас я иду на сеновал. Блин, аккумулятор тяжелый, 75-й. Буду заниматься своими делами и параллельно снимать для вас видеоролик. Тут мешает и здесь мешает, нехота мне жир поднимать. Вообще, я на своем канале стараюсь как можно меньше болтать и как можно больше показывать то, что я делаю, чем занимаюсь. Ну, кто смотрит картинки, кому-то хочется поговорить, послушать, спросить. И вот сейчас я буду отвечать на вопросы моих зрителей. Пока лето, разговаривать особо времени не было. А сейчас постараюсь ответить на эти вопросы. Но пока я буду заниматься делом. Смотрите, чем я буду заниматься и разговаривать с вами. Нужно готовить технику к зиме. Вот у меня трактор. У меня вообще два трактора, один с прессом, а второй с прогрузчиком, с куном. Колесо что-то спустило. Сейчас поставлю, пусть подкачивается. Ну, а пока насос скачает, есть время, сколько минут свободных, я не знаю. Я похожу вокруг трактора, поговорю и расскажу вам. Ну, вообще, если честно сказать, вот это не УМЗ, это ЗТМ. Скажите, такого быть не может. У МЗ чистой воды. Нет, я вам скажу. А сейчас я просто покажу. Смотрим внимательно. Видно, нет? И год видно, и марка трактора видно. В общем, эти трактора выпускались у нас в Сибири на нашем Омском заводе, заводе транспортного машиностроения. То есть во времена, когда распался Советский Союз, часть, значит, оборудования перевезли на завод. И в результате конверсии, ну, там вообще закрытое предприятие оборонное. Некоторое время, ну, пятилетку или чуть больше, выпускали вот эти трактора. Ну, это то же самое, что и УМЗ, аналог. Но только есть небольшие, незначительные отличия. Ну, это в управлении агрегатами. Ну, есть отличия. Я их покажу, я их показывал. Да, значит, по международным соглашениям достаточно три отличия в тракторе. И можно называть трактор, значит, уже совсем другим именем. Как это делают китайцы? Ну, не об этом речь. Я, я вот так скажу, что я не механизатор. И никогда не работал в колхозе. Но, тем не менее, значит, я имею в пользование три трактора. Вот два вот таких трактора и один трактор ЛТЗ-60. Ну, и я думаю, что имею на это право, как пользователь, не как механизатор, а как пользователь, рассказывать о недостатках этого трактора. Почему я рассказываю? Потому что у нас зрел такой вопрос. Сейчас в условиях коронавируса очень многие, и тем более, значит, сейчас сельское хозяйство, агрокомплексы на подъеме. И многие городские жители просят и обращают внимание на то, как живут в сельской местности. Как зарабатывать в сельской местности. Как жить, с чего начать. Спрашивают, а сколько коров выгодно или не выгодно. Ну, прежде чем заниматься коровами, а я занимаюсь в своем личном подсобном хозяйстве, крупным рогатым скотом, то есть держу коров молочных пород и занимаюсь молоком. И сам заготавливаю на вот этой технике себе корма, грубые корма, сено. Права я, значит, у меня есть права, и я их получал, ну, когда мне было уже далеко за 40. Я купил себе, у меня был маленький трактор, там права не нужны были. Когда уже купил трактор помощнее у ТЗ, а я брал его с нуля, одно время я человека нанимал, ну, не будешь же постоянно человека нанимать. Я учился. Учился я в СПТУ. Ну, как в СПТУ? Пришел, отдал, отдал, подал заявку, отдал документы. Группу набираете, набираете. Все, осенью подал документы. Сказали, сходи в библиотеку, возьми такую-то литературу, в свободное время прочитай. А потом по весне пришел, значит, у меня экзаменатор спрашивает, ну, что, прочитал, прочитал. Литературу сдал в библиотеку, да? Ну, давай, там, что знаешь, что умеешь? Трактор завести сможешь? Говорю, ну, конечно. Ну, пошли, подводят меня к трактору, значит, к МТЗ, с пускочем. Показывай, как его заводить. Говорю, у меня нету на тракторе пускоча, у меня такой жиг-жиг на стартере. А, ну, ладно, ну, понятно. Ну, у тебя водительское удостоверение есть? Есть. Стаж какой? Ну, больше 10 лет. Ну, все, ладно, пойдет, значит. Правила знаешь, как по дорогам есть, знаешь. Как завести все это, ну, конечно, умеешь, я же не мальчик. Ну, в общем, так вот, когда в прошлом году, я, кажется, меня водительское удостоверение, оно уже на 10 лет придается, сейчас мне в этом году будет 55 лет. Все, отступление лирическое. А, еще одно лирическое отступление. Перед тем, как я начну рассказывать, говорить о тракторах. Вы не рассчитываете на 5 минут, за 5 минут узнать обо всех недостатках этого трактора. Это не делается в течение 5 минут. Что-то у меня плохо качает. Качает, но... Придется, придется, придется другое скулья. За 5 минут не расскажешь. Пользуясь несколько лет, кстати, можно зайти из главного раздела, в раздел видео, и там посмотреть, как я работаю, какие операции выполняю на этих тракторах, какое у них назначение. Еще одно лирическое отступление. Для тех, кто открыл свой канал из молодых блогеров, кто собирается открыть, и вообще, кто хочет получать стабильный пассивный доход, я вам рекомендую связаться с теми, кто занимается видеоблогингом уже много лет. Я сделаю на них ссылку под этим видео. И просто расскажу. За монтаж ваших видеороликов они навряд ли возьмутся, потому что у них и так работы полно. Они зарабатывают на фрилансе. Есть такая работа удаленная. Есть там биржа. Ну, там очень долго замрачено. Но, тем не менее, если вы хотите быстро набрать тысячу подписчиков, подключиться к монетизации и получать вот этого с Ютуба стабильный, небольшой, но стабильный доход, следует обратиться к ним. Они... Что? Там семейная пара, значит. Что они могут сделать? Они могут сделать аудит вашего канала. Как это? Ну, просмотрят штук 10-15 ваших видеороликов, сделают выводы и дадут вам ценные указания. Как это будет выглядеть, за какую сумму, я не знаю. Потому что мне это безразлично. Просто я этих людей знаю много лет, с ними общаюсь постоянно. Я знаю их вживую. Кстати, значит, за то, что я про них рассказываю, я ничего не получаю и не получу. Потому что мы с ними общались вживую. Потом... Ну, мы блогеры, мы же братья. А братья имеют свойство ссориться. Короче, приехал ко мне, ну, я был занят работой, и ему... Его плохо встретил, ему не понравилось. Ну, все, он на меня огорчился. И в течение года он меня троллил, там, значит, всячески хейтил. Хейтил. Я, конечно, первое время как-то, значит, огорчался. А потом думаю, ну, елки-палки, это же все по делу, по существу, что обижаться. Ну, сейчас вот мы обратно наводили отношения, и я просто о нем рассказываю. Имейте в виду. Зайдите на ссылку, поговорите, и человек вам, значит, поможет с продвижением вашего канала. Все, вернемся к нашей теме, к теме тракторов. По этому поводу, пока качается, похоже, я долго буду качать. И рассказывать буду долго. Значит, самый главный недостаток в тракторе ЮМЗ, от которого, от которого, значит, можно избавиться. Самый главный недостаток это рулевое управление. Трактор же когда проектировался? В советские времена, в те времена, когда человеческий фактор, человеческая жизнь, человеческая сила особо не ценилась. Это в 60-х годах. Ну, его можно сравнивать с легковой машиной, как с москвичом. Он туповат, тяжел и удивительно прост. Ну, вот, и за счет удивительно прост и неприхотлив очень много недостатков. Самый главный недостаток это рулевое управление. От него, конечно, можно избавиться. В настоящее время ставят насос-дозатор и все проблемы решаются. Но, если вы поставите насос-дозатор и вы живете в большом селе, как я, и у вас есть постоянный контроль со стороны Гостехнадзора или ГИБДД, вы не пройдете этих осмотров. А если, ГАЭ, значит, ДПСники увидят, что у вас внесены в трактор какие-то конструкции не согласованные с Гостехнадзором, вы просто получите штраф. Так что, я не пошел на эту ловку, не стал ставить насос-дозатор, а езди, ну, езди этим трактором. Работать можно, но в конце рабочего дня мужику, если здоровый, сильный, справляется. Ну, а молодому он, тем более, ну, вообще тяжеловато. Так, начнем по порядку. На рулевое управление не расскажешь две минуты из пять минут. Там очень-очень много разных нюансов. Один из нюансов, вот когда просто используешь трактор в трактором положении, так, я пока выключу. Пусть валите отзовет. Когда просто трактор используешь для транспортировки телеги, проблем особых не возникает. Но когда трактор начинаешь нагружать, вот, работаешь на погрузке, разгрузке с куном, вся нагрузка происходит на передний мост, на переднюю балку. И ехать еще нормально можно. Но когда возьмешь вот так вот у меня рулоны, из-под 62-го пресса, кстати, пресс стоит там дальше за моей спиной, а вес этих рулонов около 500 килограммов. Довольно тяжело рулить. На холодную, пока трактор завел, все колеса нормально поворачиваются. А когда рулевая нагреется, в лето, в жару, то рулевое на месте колесо практически невозможно повернуть. Приходится работать на пониженной скорости, и тогда руль еще вращается нормально. Я работаю, справляюсь. Какие возникают проблемы в рулевой колонке при его эксплуатации? С какими я столкнулся? Какие я, не механизатор, а обыкновенный пользователь, гуманитарий, при покупке трактора мне пришлось их исправлять. Какой тут недостаток? Объясняю. Значит, трактор тяжелый, чугунный. Вот здесь вот стоит ось, вот в этом месте. Вот я показываю. Вот здесь стоит ось. Очень большая нагрузка, и в оси, если ее не смазывать, то происходит износ. Как заметить, что произошел износ? Не только в этом месте, а вообще по рулевой. При покупке трактора нужно взять, выехать на ровное место и переключиться на пятую скорость и проехать на прямом участке. Если вы почувствуете, что трактор не слушается руля, тяжело управляется, ну как он управляется? Руль держишь прямо, а колеса ходят слева направо, его невозможно удержать на дороге. Все, значит, следует, стоит понижать стоимость покупаемого вами трактора и говорить хозяину о недостатке, чтобы он делал рулевое. А рулевое – это целый комплекс агрегатов. Вот один из агрегатов. Это вот, значит, вот эта вот наклонная ось. Я пытался эту ось вытащить, сделал вот такое приспособление. Ну, тоже посмотрел в интернете и так у людей спросил. Ну что, что, у меня рук, что ли, нет? Сделал приспособление. Здесь, вот, гайка приварена. Здесь так наставил, сделал трубу и пытался все подвесил трактор, значит, снял колеса в максимальной облегче. И чтобы вытащить вот эту ось, я пытался крутить вот эту гайку. Бесполезно. От нагрузки ось, видимо, изогнулась и вытащить ее невозможно. Потом, значит, дальше идем. Еще, наверное, какой происходит износ, от чего могут бегать колеса. Значит, вот здесь вот, вот эта вот сошка, здесь стоят втулки. Втулки выглядят вот так. Они стоят копейки, 300 рублей. Значит, нижнюю, вот здесь вот этот раскрутил, сошка освободилась. Нижнюю втулку поменять можно, ее выковырить, выбить. Но верхнюю, чтобы ее поменять, нужно отсоединить мост от рамы. И для этого нужно вытащить ось. Как я не пытался, что я не делал, я так и не смог вытащить. Так что у меня одна втулка осталась. Я немножко схитрил. Ну, прям, голь на выдамку хитра. В общем, я сделал дополнительную втулку, туда придавил. Она впрямялась от тяжести. Ну, и сейчас, конечно, есть лифток, но не такой большой, как был. Потому что я брал трактор в хозяйстве. Он работал, ну, как делали, работали в хозяйстве, значит. Он работал в кормоцехе. Возил, значит, корма по Свинофире. Полевых работ не видел, но тем не менее. На нем ездил то один наездик, то другой, то третий. И ничего толком не смазывалось, не делалось, не смотрелось. Так, вот в этом месте, значит, есть втулки. Потом есть втулки вот в самих ЦАПФах. Ну, я могу, я не механизатор, я могу говорить, применять неправильные термины. Так что, можете за это, что я говорю неправильно, я бы иного показывать буду, то, чем я занимался. Здесь тоже есть такие втулки. Здесь все разбирается. Вот эти втулки, значит, у меня тоже они, значит, шатались, тоже не смазывалось прежними владельцами, наездниками. Я их поменял, разобрал, выбил, с этим проблем не было. Но единственное, что трактор большой и агрегаты тяжелые. Это нужно делать вдвоем. Ну, все тяжелое. Что не коснешься, все тяжелое. Потом, что значит, какой еще происходит здесь износ? Вот она, вот эта вот длинная тяга от рулевой сошки идет на рулевую колонку. Вот ее видно. Вот она тяга. Если ее не смазывать, то тоже стоят втулочке, они тоже изнашиваются. Но это все, значит, за этим нужно следить и постоянно смазывать. Любой трактор, любая техника любит уход и внимание. Так же и этот трактор. Что из наиболее сложных и, значит, мне приходилось делать работ по рулевой колонке. У меня два раза обламывал вот этот вал. Вот он, вот рулевая колонка. В этой рулевой колонке по сравнению сама рулевая колонка тяжелая. Тяжелое в управлении. Если на ЮМЗе стоит два гидроцилиндра, то на этом только один. И вот представьте, с каким усилием нужно поворачивать руль на этом тракторе. По ровной дороге, по асфальту без проблем. А как только заехал, значит, на поле или нагрузил, рулевое поворачивается довольно сложно. Пока холодное еще можно повернуть, но на горячее трудновато. И получалось так, что я работал с Куном. Я на этом ни разу не обламывал. Потому что здесь нет навески, нет Куна. А на том обламывал два раза. Обламывал вот этот вал. Вал я сейчас вам его покажу. Вот вал волевой колонки. Вот место облома, вот он. Его видно. У меня они лежат. Сейчас вот они пригодились, я вам показываю. Стоит этот вал, ну, копейки, 600 рублей. И лучше этот вал, если вы работаете в поле, в полевых условиях, лучше заранее купить, и чтобы он у вас лежал в запчастях. Потому что за ним ехать в город, его искать, покупать, ну, пусть эта запчасть лежит. И как, почему у меня обламывало? Первый раз я заехал к колею вместе с рулоном. Ну и грязище-то. Туда-сюда, назад буксует трактор. Трактор тяжелый, забуксовал. И еще рулот сверху. Завернулись колеса, а колеса этого трактора поворачиваются очень сильно. Он там 45 градусов может развернуться, а то и больше. И, значит, закусил рулевой, на гидравлической же. Все, щелк, что-то у меня руль стал крутиться, а колеса не поворачиваются. Вылез, посмотрел, ба-а-а-а-а, отвалился бал. Ну ладно, я там... Но дело, видите, трактор так сделан, наша советская разработка, что его отремонтировать можно и в поле, в полевых условиях. Ну сломался надо. Ну и ладно, вытащил второй, разобрал рулевую колонку, ну вылилось там грамм 200 масла, подставил что-нибудь, обратно ее собрал и опять дальше поехал. Так, у меня по Есть записка Называется Контент Для того, чтобы Обо всем рассказать И не забывать Кто молодые блогеры Нужно писать план И о чем можно говорить Про цилиндр сказал, про колонку сказал А, про крестовины не сказал Сейчас объясню Значит Постараюсь показать Вот от рулевой колонки Идет выход Идет выход на саму рулевую колонку На рулевое колесо Оно тоже периодически расслабляется За ним нужно смотреть, подкручивать Потом, значит, рулевая колонка Идет не напрямую наверх К рулевому колесу А там Стоит Кажется, три кардана даже И на каждом карданчике Стоят крестовины И вот эти крестовины Они там далеко Они закрыты Их не видно Их тоже нужно Периодически смазывать А если их не смазывали Они, конечно, износились И вот износ на крестовинах Влияет на На люфт На самом рулевом колесе И получается Там люфт Миллиметр А на рулевом колесе Уже получается Там пять градусов Здесь немножко расслабилось Там немножко И вот Пока дойдет До колес Люфт получается большой В общем Я этим занимался Сделал Почти Почти все сделал Все Ну, отремонтировал Ездить Работать можно Но все равно Вот это Из-за этого недостатка Очень многие люди Отказываются От покупки Этого трактора Так, дальше Один из недостатков Этого трактора Это его медлительность Как понять медлительность На этом тракторе Пять скоростей Вперед И одна назад Есть пониженная передача И повышенная Для транспортного положения Я использую Там все это обозначено Использую повышенную Ну, а когда я работаю с прессом Вот на этом тракторе Я практически Ну, до поля еще Я доезжаю на повышенный А дома Уже здесь Значит, на втором тракторе Я практически всегда езжу На пониженной И трактор Сам по себе Он не рассчитан На большие скорости Максимальная скорость Которую можно разогнать От 25 км в час Ну, так же Как на Т-25 И на Т-40 Вообще Т-40 Можно и до 30 И 35 разогнать Если его накрутить Ну, двигатель мало Оборотистый И трактор тихоходный Ну, как сказать Это может быть Являться и недостатком А с другой стороны И преимущественно Для молодого человека Нужно все быстро Сразу быстрее Раз, раз, раз Как на легковой машине А трактор нет Трактору скорость не нужна Особенно тому Который агрегатируется С другими сельхозагрегатами Так что имейте ввиду По сравнению с МТЗ Трактор гораздо медлительнее И еще Что в коробке Недостаток у этого трактора Назад только одна скорость Если Забуксуешь Малооборотистый двигатель Да еще одна Назад скорость То выехать довольно сложно Так что Прежде чем заехать в грязь Нужно 10 раз подумать Так, дальше Вес трактора Трактор советской разработки И выполнен Вес из чугуна Что не коснешься Что не посмотришь Все толстенное Здоровенное И страшно тяжелое Заезжал буквально недавно Я снимал видеоролик Как я ездил за зерном В соседнюю деревню За фуражом Кстати, если есть возможность Посмотрите Перейдите с главной страницы Раздел видео И полистайте Там будет видно Как я ездил за фуражом В соседнюю деревню В этом году И в прошлом году И кстати Я сверху Там тоже Здесь по верху Будет идти дорожка И буду Закидывать Подсказки Как я ездил за фуражом Следите за верхней строчкой Заезжаю на весы С пустой телегой Но приехал На ток Руками же не будешь грузить Поехал на тракторе с куном Нужно же ввесить трактор Заехал на весовую Весовщик У тебя работают весы? Да, все нормально Но поехали заедем Заехал, сижу Что это ты елки Весовщик не выходит И не говорит Какой вес Ну мне Сколько? Ну 5 минут сижу Больше 10 минут Подхожу К окну Смотрю Весовщик бегает Возле весов И не может Понять Какой вес трактора Потом выходит Показывает мне Все, выезжая Я выхожу Что такое? Слушай, у тебя что такое Трактор-то что-то тяжелый Как понять тяжелый? Ну вот я вес взвешу Взвешиваю По сравнению с МТЗ Намного тяжелее 5900 Ну представьте себе Какой вес у телеги И сколько у трактора Ну телега Ну если тонну весит То хорошо Ну побольше Может быть еще Ну трактор 5 тонн весит Представьте себе Какой вес Так что чтобы его ремонтировать Нужно иметь Агрегаты Подвешивать Что-то снимать Делать Довольно тяжело По сравнению С Т25 Вес большой Ну и сам по себе Трактор довольно-таки большой Значит У трактора Вот в связи с этим весом Низко Низкопрости Двигателем Очень плохая проходимость Пока Он не приспособлен Не рассчитан На то Чтобы ездить на нем В грязь Да Есть блокировка Блокируются Левые и правые колеса Но тем не менее Низкооборотистый двигатель В грязь заехал Если ездишь по грязи Наклон в левую И в правую сторону Все Трактор едет По Туда Куда Ему нужно Вроде бы Руль держишь прямо Или Поворачиваешь налево А он все равно Едет И особо руля не слушается Так что имейте ввиду В лес Ездить на нем Значит там Трелевать Или там что-то Вытаскивать Телегу по грязи Тяжелую с дровами Это нужно Одевать на него цепи Тогда еще По лесу пойдет Ну я ездил в лес На УТЗ Там полный привод И двигатель МТЗовский стоит Так Еще один Из недостатков Четвертый Это Запчасти Дело в том Что Трактор Делался на Украине Южмаша Оборонном предприятии И все Запчасти И детали Выпускаются И выпускались На этом заводе Все запчасти И детали На него Идут практически Все Оригинальные Потому что Подделывать Запчасти На этот трактор Для жуликов Экономически Не выгодно Тракторов Гораздо меньше По цене С МТЗ Или Т25 Т40 Там Частных фирм Полно Китайских фирм Полно Которые выпускают На другие трактора Кучу запчастей И дешевые Конкуренции А здесь Конкуренции нет И запчасти Стоят На порядок Дороже Чем МТЗ Но детали По своему качеству Довольно хорошие Запчасти Конечно Их не так много Как МТЗ Пришел Выбор Один Узел Или один агрегат А представлены Разными заводами А тут нет Стоит один агрегат На него Такая-то цена Ну к примеру Отопитель Для вот этого Трактора ЮМЗ Стоит 5300 рублей От заводской Заводской краски Но отопление Там-то отопитель Такой советский Что он гудит Но греет хорошо Так Еще Из одних Серьезных И существенных Недостаток Которые Из-за которого Не хотят люди Покупать Этот трактор Это Довольно Сложный И трудный Запуск Двигателя У трактора Этот трактор Двигатель Кстати У меня два трактора И на обоих Тракторах Стоят разные двигателя Даже в паспорте Указано Вот на этом тракторе На головке Стоит Декомпрессор Прежде чем Завести Даже летом Я когда Значит Пускач завелся Я открываю Декомпрессор Декомпрессор Раскрутит коленвал Пускач Раскрутит коленвал С открытым Декомпрессором И когда Уже Образуется Масляная подушка На коленвале На Вкладышах Тогда Я Закрываю Декомпрессор И так Легко запускается Вот это Очень хорошо Зимой Так что Если Внимательно Подумать Логически Хорошо ли Запускать трактор Спускача Или плохо Ну кому как Кто живет В южных регионах Для того Запускать трактор Спускача Ну это Сложно Геморрой А как Мы живем В холодном регионе И работаю Полгода Низкая температура Запускать трактор Спускача Для меня Это Удобно Хотя В настоящее время Есть Все необходимые Агрегаты Для того Чтобы можно Трактор Переоборудовать Снять Демонтировать Вот этот Пусковой устройств Поставить Здесь Там Плита Есть чугунная И делается Этот Стартер Редукторный Так же Как на Т25 И на Т40 Такие есть Такой же есть На тракторе УМЗ Поставил Он будет заводиться Как обыкновенный Трактор Со стартерем Не только летом А зимой Я не знаю Как его заводят Так что Я пользуюсь Пускачом И особо не жалуюсь На том тракторе У меня пускач работает Без проблем А на этом У меня Пускач капризничает То работает То нормально заводит То не работает Так ну что Основные пять Недостатков Я рассказал Кому было Полезно Поставьте лайк Не понравился Ни болтун Я не то рассказал Мало рассказал Ставьте дизлайки Я тоже не огорчусь Кому хочется Быстрого продвижения Своего канала Заходите по той ссылке Которую я сделаю Под этим видео Задавайте вопросы Я либо на стриме Отвечу Либо сделаю видеоролик По вашему По вашему вопросу По вашему комментарию Сейчас я рассказал О недостатках Следующий видеоролик Я сниму О преимуществах Вот этого трактора По сравнению с трактором МТЗ Или хотя бы Ну я про МТЗ говорить не буду Потому что я на нем не работал И работали люди рядом со мной На МТЗ Я видел какие Проблемы возникают На современных тракторах МТЗ Я буду просто Вот этот трактор Сравнить со своим трактором ЛТЗ Потом я сниму про ЛТЗ 60 Также Недостатки И преимущества И Пишите комментарии Задавайте вопросы Все До скорых встреч До свидания А я буду заниматься Колесом И готовить свою технику К Зиме Все Пока Спасибо за просмотр И внимание